Всем привет, с вами смартфон UA и сегодня мы познакомим вас с доступным STL M260 при стоимости около 75 долларов. Новинка предлагает 4-дюймовый IPS-дисплей, двухъядерный процессор, 5-мегапиксельную камеру и поддержку режима Dual SIM. А вот чем еще способен подкупить этот аппарат пользователя и как все реализовано на практике, смотрите далее. Комплект поставки смартфона дополнен адаптером зарядного устройства, кабеля microUSB, а также довольно качественной проводной гарнитурой плюс необходимой документацией. Помимо всего упомянутого, как и в других решениях STL, эта новинка также получила защитную пленку на переднюю панель. В корпусе STL M260 производитель использовал пластик, металлических вставок почти нет, лишь пара окантовок функциональных элементов, наличие которых ровным счетом никак не сказывается на качестве сборки корпуса. Впрочем, претензий к последнему у меня не оказалось. Отличная подгонка элементов между собой, минимальные швы зазора и совершенно никакого люфта, пускай даже незначительного. На рынке STL M260 доступен в двух цветовых решениях корпуса – белом и черном. Под стать расцветком предлагаются идущие в комплекте поставки аксессуары. Несмотря на 4-дюймовый дисплей на борту, аппарат получил достаточно компактные габариты. Таким образом, в плане эргономики вопросов нет. Пользователь может дотянуться до любой сенсорной или аппаратной кнопки. Впрочем, субъективно я бы переместил качельку регулировки громкости на правую боковушку. Все же так удобнее. Крепление крышки аккумуляторного блока претензий также не вызывает. А вот к тому, как снять ее, первое время придется привыкать. Есть некоторые нюансы. Впрочем, со временем их просто не замечаешь. Передняя панель смартфона разделена между дисплеем, тремя классическими сенсорными кнопками, а также прорезью разговорного динамика, глазком фронтальной 2-мегапиксельной камеры и датчиком ориентации. Противоположная часть аппарата полностью прикрывается крышкой аккумуляторного блока. В теле ее на небольшом металлическом пьедестале вывод фото дуэта. Глазок камеры плюс вспышки. Здесь же, но ближе к нижнему торцу виднеется сетка динамика громкой связи. На правой боковой грани обустроена кнопка питания, а также небольшой зазор, посредством которого пользователь может снять упомянутую выше крышку. С противоположного ребра открывается доступ к качельке регулировки громкости звука. На верхнем торце находится порт microUSB, а также классический разъем 3,5 мм, а на нижнем лишь небольшой вывод встроенного микрофона. Estelle M260 обладает 4-дюймовым дисплеем с разрешением 480 на 800 точек. В основе IPS-матрица с неплохими углами обзора как по вертикали, так и горизонтали. Если пользователь M260 будет работать с трубкой в условиях попадания на панель яркого солнечного света, без определенного вымирания отображаемых данных обойтись не получится. Впрочем, максимальный уровень подсветки вполне неплохо сгладит возникший в этом плане дискомфорт. Кстати, регулировка доступна только вручную. Чувствительность неплохая, поддерживается сенсорное управление посредством двух пальцев одновременно. Каким материалом прикрыть дисплей в точности неизвестно, однако моего классического теста оказалось недостаточно для возникновения на панели потертости или царапин, что как для бюджетной трубки вполне неплохо. Впрочем, не забываем еще и о защитной пленке. Официально заявлено о четырех гигабайтах встроенной памяти. Однако на практике пользователь может работать с немногим более двух с половиной. Остальное отбирает система. Расширение доступно за счет карт памяти microSD. Горячая замена не поддерживается. Емкость съемного аккумулятора 1350 мАч. Одного полного заряда на практике хватит на день работы при достаточно неплохих нагрузках. Полтора часа звонки, столько же вебсерфинга и электронная почта. Не менее двух часов музыки, а еще по часу на видео и камеру, преимущественно со вспышкой. В смартфоне два отдельных динамика. Разговорная, а также громкой связи. Ничего необычного ни за первым, ни за вторым замечено не было. Громкость и чистота в пределах своего бюджета. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 4.2.2 из коробки. Перед вами результаты тестирования производительности. Аппарат на внутри двухъядерный процессор MediaTek 6572, тактовая частота которого 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти 512 МБ. Основная 5-мегапиксельная камера смартфона дополнена немалым количеством настроек и режимов съемки, а также автофокусом и вспышкой. В конечном итоге STL M260 получился вполне сбалансированным смартфоном, с хорошей сборкой, симпатичной внешностью, железом, возможностей которого достаточно для повседневных задач, а также поддержкой двух сим-карт и вполне адекватной стоимостью.